коротенький видос вопрос-ответ вопросов у вас возникло много по вот этому видосику где я рассказываю там плюсы минусы то есть тридцатка полтинник чем разница все остальное там я тоже рассказал свое мнение личное но задали еще больше вопросов всех еще больше возникло почему-то вопросов давайте начнем отвечать по порядку где-то там упоминал по поводу дефокуса почему не стоит объясню одну банальную вещь когда игры что можно играть в дефокусе и получать довольно хороший результат у большинства людей возникает вопрос что но все они уже специалисты они начинают хреначить в дефокусе в конкретном дифокусе либо не могут найти там допустим фокусное расстояние от линзы до рабочего стола и в этой ситуации у нас есть видите не упакованы защищены кабеля то есть принципе кабеля попасть в лазер не могут был случай что у людей был обмотан вот вокруг патруху от эти кабеля запас много на кота хрена занята замотали и в дефокуса начали сжечь эти кабеля то есть это раз второй момент отраженный луч зеркала дали щептоволокно до излучателя то есть если грамотно подходить где фокусу то в принципе при смещении там учат мне тоже там не подпишите можем сместить от 12 миллиметров все будет хорошо да вопрос не вопрос в большинстве случаев люди об этом не думают люди просто берут их иначе поэтому вопрос дефокуса для сразу лучше закрыть на месте и им не пользоваться пользуйтесь как положено в нормальном режиме работы станка и все будет у вас хорошо то есть это вопрос ответ почему не стоит работать в дефокусе потому что с глупости как это можно сломать думан это по совсем ответил думал вопрос от подниматься больше не будет кто работает дефокусе узнать что он делает но подавно работает то не знает не суть что лучше даже даже не беритесь это потом со временем с опытом сил готова чтобы потерять и станок свыту пользуйтесь за моё личное время пользования станками в дефокусе не в дефокусе при сотой линзе при двухсотой линзе то есть но f163 либо f290 ни разу траблов никаких не случалось то есть гравировка показывала предыдущий над видосмотри даже не показывала на скобныйти by does 2 я даже вышла в этого сужи а гравировал такие вот вещи в черный цвет я показывал к 물ку контрастный цвет то есть работа фаркета пленко видно что в глянец пошла в дефокус то есть такой вот вариант гравировки не в дефокусе то есть вопрос лишь только в том что насколько вы специалист в той или иной новости Я не говорю, что я специалист, я просто говорю, что я так делаю, так пользуюсь, у меня так все хорошо получается. Видно здесь в зеленый цвет, это, по-моему, был дефокус, Raycus 30Q, какие-то небольшие скорости, плюс легкий был дефокус, линза, по-моему, была 0,02. Вот, то есть вопрос дефокуса, я думаю, ответил. Второй вопрос возникает у человека, да, говорит, ну раз там фокус, дефокус, раз такая ситуация по станкам, почему не использовать автоматически, то есть фокусировку, то есть именно автофокус. Я объясняю, сложность возникает первая в чем, ну давайте покажу вам по станкам, то есть смотрите внимательно на данный момент на данный станок и на данный станок. Это, кстати, подготавливается к отправке заказчику. Вот у вас стоит здесь автофокус, что такое автофокус? Это у вас мотор, который управляет через драйвер, который управляется блок управления, у которого есть свой зонт замера, который стоит здесь сбоку. В принципе, вроде бы все хорошо, только у вас добавляются дополнительные здесь три кнопки управления, я уже показывал в предыдущих роликах, плюс помимо всего этого у вас также идет дополнительный провод от мотора, плюс тут у вас стоит конечник, то есть если вы загнали вверх до конечника, пока вы не выключите, не включите заново станок, у вас ничего не произойдет. То есть он будет стоять в позиции 0, в верхней точке мертвой. Дальше дополнительный провод у вас спускается, идет на сам блок, то есть подключается опять же к разъему типа ВГАшного. Поэтому здесь первый геморрой, это наличие дополнительных проводов, кнопок, заморочек, плюс зонт. Теперь второй момент по поводу зонта. Давайте так, автофокус. Автофокус это когда у вас зонт с лазерным лучом делает замер, промер, возвращает обратно, до 0,1 мм, он выставляет вам фокус по положению вашего сканаторной головы. То есть это сразу мы учитываем. Дальше. Создать легкий дефокус уже вряд ли получится. Опять же, либо у вас изначально будет настроена сканаторная голова в легком дефокусе, и вам надо будет настроить ее самостоятельно, либо я настраиваю, допустим, именно фокус. Опять же, перестроить ее в дефокус будет довольно-таки сложно. И к чему мы подходим сейчас? Бывают такие задачи. Показываю всем. Допустим, у вас стоит 200 линза, вам нужно гравернуть ложку. Ну, образно я говорю, что надо гравернуть ложку. Естественно, если вы будете играть в верхнюю часть ложки, то есть фокусируетесь именно в верхнюю точку ложки, то нижняя у вас будет работать в расфокусе, и гравировка вряд ли получится. Поэтому вам надо найти именно серединку. Здесь другой вариант. Я вам показывал, что рассчитывается, каким образом. Мерите высоту вот этой вот части, и ставите фокус по середине, вместо гравировки, то есть по середине высоты Z. И производите гравировку. В ручном режиме, в таком варианте, это сделать возможно. В автофокусе, да, можно отбиться сбоку. Опять же, лучше, если на полированном изделии может отразиться, может не отразиться. То есть, ну, здесь все очень спорно, все здесь очень так вот геморройно на самом деле. И проще, когда вы, допустим, отмерили фокус до верхней части ложки, значит, что у вас там, допустим, высота составляет 6 мм, на 3 мм пускайте ниже, и занимайтесь гравировкой уже по ложке. Либо там по какому-то другому изделию. Есть такие варианты, когда есть, приносят там термосы, допустим, там термос идет полукруглый, сейчас вам тоже покажу этот момент. То есть, у вас термос идет полукругом, и у вас стоит задача сделать какую-нибудь там одну строчку вдоль. Но, опять же, вы отобьетесь по фокусу по верхней точке, вам надо сделать легкий расфокус, так как у вас будет легкий переход здесь по термосу. Поэтому, что касаемо автофокуса, это хорошо с одной точки зрения, с другой точки зрения это хреново. У меня есть изделия полукруглые, перепад составляет 3 мм. И я всегда делаю опуск на полтора миллиметра ниже и гравирую. И в этом случае это все получается. С автофокусом, повторюсь, опять раз не получится. Теперь повторяю еще одну вещь по поводу автоматического фокуса. Все круто, все хорошо, но если вы часто представляете станки, у вас там постоянно суета происходит с тыльной стороны станка, допустим, то у вас правда постоянно дергаются. Опять же, не забываем, сложно техническое устройство, соответственно, все поломки, они катастрофические будут для вас. Не дай бог, ну я не говорю, что это сломается 100%, оно не сломается, оно будет работать. Но просто представьте себе такую ситуацию, что у вас ломается, к примеру, автофокус. Ну, чисто гипотетически. У вас здесь стоит за место маховика мотор на специальной подставочке. Вот, у меня возникает к вам вопрос. Насколько вы быстро сможете перекинуть на маховик, где возьмете маховик, как это вообще будет у вас все это выглядеть, то есть как вы за место муфты замените, допустим, на маховик. Как вы будете регулировать фокус? Опять же, фокус надо было делать в течение двух-трех часов, как изделие выполнить, а у вас, ну, что-то случилось. Такое, я не говорю, что прям случится, но такая возможность как бы есть. Поэтому здесь с мучным маховиком мы эту вещь устраняем. Теперь идем дальше. Частая, одна и та же самая тематика по поводу станков. Там белая, серая плата, а вот версия 3.0, а вот версия такая-то, а вот версия сека-то. Ребят, повторюсь с своей точки зрения. Вы примерно сейчас рассуждаете, как Windows 10. Надо каждую неделю, блядь, обновляться. Надо обновляться, обновляться, обновляться. Зачем обновлять то, что так хорошо работает? Скажите мне, пожалуйста. Вот станки работают на версии Escada 2.14.10. Все работает хорошо, все идеально. 3D гравировку выполняет, 3D гравировку делает. Так вот, мы возвращаемся опять же к автофокусу и 3D гравировке. Я понимаю, что версия платы управления с Escada 3.0 позволяет работать в оперативной памяти больше, чем 2 гигабайта. Это плюс огромный. Это стоит дополнительных денег и дополнительных геморроев, переобучения и все остальное. Начнем с простой вещи, хотя бы с этой. Просто с банальной элементарной вещи. Второй момент. Возвращаемся к автофокусу. Смотрите, глубокая гравировка. Здесь я замерял, по-моему, там даже, ну, я где-то говорил, что где-то 16 мм, это другой, скорее всего, был рез. Это идет у нас в углублении 11 мм. То есть за время гравировки вот тот маховик вниз я 4 раза опускал его, получается, чтобы достигнуть такого результата. Та же самая ситуация. Глубокая гравировка, сейчас сфокусируется, глубокая гравировка по этому льву приходилось углубляться 3 раза. И все эти моменты, что касаемо с глубокими гравировками, именно по 3D, либо по каким-то другим гравировкам, по клише, надо всегда углубляться. Углубляться, то есть опускать по оси Z, именно во время работы, аккуратненько, там, между переходами, где-то вы опускаете свой сканатор. На определенное количество миллиметров, смотря на сам штатив. И тут же возникает вопрос, с автофокусом такое возможно, я не спорю. Нажимая на кнопочки справа-слева, там, вверх-вниз, вопрос только лишь поймать этот момент опуска. Насколько вы опустились, чтобы вас мотор не сильно дернулся, не сильно съехал, не сильно подъехал. То есть это надо тоже все учитывать. Поэтому здесь такие вот ситуации. Опять же отвечаю на вопрос на тех, кто говорил по поводу автофокуса. Ребят, сразу говорим, станок дорожает на 40 тысяч рублей. Не каждый готов платить на 40 тысяч больше. Поэтому автофокус и, ну, вручную крутить, не так, что часто вы крутите ручки. Опять же, повторюсь, ситуация, допустим, по гравировке тех, кто занимался жетонами, пластинами, там, еще какими-то тестовыми вещами. В основном вы настраиваете фокус, ну, грубо говоря, вот в этих вот маленьких пределах, которые там показаны, ну, до 6-7 миллиметров. Есть ли смысл вам елозить эти 5-6 миллиметров тем же самым автофокусом? И еще одну вещь, скажу, кто не знает, по поводу автофокуса. Смотрите, зонд, который стоит вот здесь сбоку, встраивается. У зонда есть определенный диапазон, по которому он может делать замеры. Обычно это бывает, там, 15-20-25, по-моему, сантиметров, где-то в этих диапазонах. Поэтому зонд, купленный, допустим, под ту же самую, ну, чисто гипотетически берем под 200-ю линзу, на, то есть, под линзу F290. Он не будет работать под линзой F160. У него просто физически не хватит пространства, чтобы в этом месте елозить. То есть, допустим, если у вас идет линза F290, туда вы сможете работать с рабочим полем F275 на F175, есть с рабочим полем F220 на F220. Я согласен, вы сможете настроить его там. Но настроить под линзу то же самое, допустим, 110 на 110, либо там линза 100 на 100, вы уже не сможете. Опять же, спорно, там, не знаю, я не считал сейчас, правда, по поводу линзы 150 на 150. И сейчас еще один возникнет у всех вопрос. А вот если с автофокусом настроить автофокус, но при этом снизу сделать подставку? Да, такое возможно, такое можно сделать. То есть, работать с линзой, например, здесь будет у вас 110, но в автофокусе задать режим, то есть, чтобы он отбивался у вас, допустим, от стола, от самого, то есть, от самого стола отбивался, и вычесть эту разницу, допустим, подставкой специальной. Тогда смысл теряется автофокуса в том, что вы же на подставку будете класть свое изделие, то же самое. И как-то тут разницу, допустим, добавить за счет этого столика будет, ну, довольно геморрно. Поэтому здесь, говорю сразу, здесь куча, куча, куча нюансов. И поэтому говорить, что там, допустим, поставить автофокус, там делать то, почему так, почему сяк. Везде есть свои сюда нюансы, поэтому эти нюансы надо учитывать. По поводу станков частот, тоже вопрос возникал. Райкус 30Q, частоты 30-60, берем GPT-LP серии, частоты от 1 до 600, типа, на кой хрен они нужны? Ну, ребят, это лишь комфортность работы, то есть, комфортность работы с теми же самыми параметрами. Работа, допустим, по пластику. Опять же, повторюсь, на GPT-шке, в отличие от Райкуса, кто не знает, регулировка мощности. На Райкусе она технически возможна от 10 до 100%. На GPT-шке, LP-шке, она возможна от 1, там, пишется, от 0 до 100%. Фактически от 1% до 100%. То есть, разница есть. По частотам также есть разница возможностей. Найду кусок железки, жавой железки, я покажу чистку на GPT-50LP обязательно, потому что, ну, это, это надо показать, потому что это тоже влияет на частоты. То есть, можно на большой-большой скорости, на больших частотах делать чистку металла, но, опять же, это позволяет нам делать именно GPT-шка, LP-серии. Вот, то есть, опять же, полтенник, тридцатка, полтенник, тридцатка. Какой выбрать, какой взять, это лично ваше усмотрение, в зависимости от мощности, от количества выбранной продукции, вот, от какой продукции вы будете делать, там, количество в день, количество в месяц, то есть, возможно, там, подвинуться, продвинуться, опять же, по часам наработки, чтобы у вас было не загружен станок, там, допустим, 24 часа в сутки. Я понимаю, что воздушное охлаждение, что там есть стоит защита, что когда он нагреется, он запустит дополнительные кулера. Это тоже все возможно, да, но, опять же, есть вопрос, что вы же на машине не работаете 24 часа в сутки, то есть, снова у вас в с вами есть, прям, прям, не останавливаясь. Да, такое возможно, вопрос только, когда у вас эта машина сдохнет, в первую очередь, да. То есть проехавшая машина без остановки, которая работает 24 часа на сутки, я думаю, она проедет в лучшем случае 100-150 тысяч километров, которая работает в каком-то определенном режиме с перерывами, то есть, соответственно, это будет для нее более эффективно. И продолжительнее будет работать. Я понимаю, что есть такие двигатели, допустим, дизеля, которые рассчитаны работать с сутками. Опять же, по дизель-генераторам скажу, что есть дизель-генератор, которые по техническим нормативам отработка, допустим, 6-7 раз суток, перерыв, 6-7 раз суток, перерыв. То есть, такие тоже моменты делаются. Это необходимо. Возвращаемся к нашим, как говорится, баранам-станкам. Дальше. Вопрос-ответ, вопрос-ответ. Какие-то еще были вопросы, но сейчас, говорю, от вас вопросов на самом деле очень много. Голова аж пухнет, бывает зачастую. По сканаторам. А, ребят, часто, кстати, да, такие бывают вопросы. Смотрите, показываю. Это связано, в принципе, со всеми практически. То есть, ну, большинство так людей делают. Есть станки какие-то компании. Я сейчас не буду называть. То есть, ну, скажем, там какая-то брендированная компания, и у нее здесь награвирован бренд ее станка. Ну, якобы это ее станок. Сами понимаете, излучателевые одинаковые, сканаторы у всех одинаковые. Может быть, конечно, там кого-то с 3TG7210. Ну, это уже кто-то извращается, докупает, ставят более дорогие сканаторы. Опять же, вопрос-то и дорогого сканатора в том, что фактически на этом станке вы не будете делать на скорости 15 тысяч миллиметров в секунду. То есть, это не к чему такая скорость бешеная на таком станке по одной дистанции причине. Кто на какой максимальной скорости гравировал? Знаю из опыта, что 3 500, 4 500. Этот станок может гравировать, то есть, именно этот сканатер на голове, там до 7500 миллиметров в секунду. Опять же, вопрос, зачем такая скорость? И на такой скорости, вероятно, получите хороший результат, либо хорошее качество. Либо, допустим, гравируя там на скорости 2500 миллиметров в секунду, вы гравернете на 5000, и типа у вас время сократится в 2 раза. Нет, так не будет 2 раза, если у вас не сократится время, потому что есть тот же самый, допустим, как говорится, прыжок, получается, пустого пробега. Он тоже вас ограничивает, то есть, он тоже занимает время определенное. Даже если там поставить его максимальную скорость, все равно могут даже проскакивать у вас, допустим, шаги по вашей гравировке станка. Опять же, на больших скоростях маркировка именно контуровки, вам могут сбивать шаги, либо у вас будет контуровка просто съезжать со временем. То есть, такое тоже возможно. Так вот, к чему я веду разговор. Когда мне скидывают, говорят, подскажите, пожалуйста, возможно ли, только смотрите, какая фишка мне показывает, вот так вот станок, говорят, вот на этот станок какая нужна линза? Или какая линза подойдет, которая у вас есть в наличии? Я в этом случае вообще просто шокируюсь по одной единственной причине. Я не знаю, что за сканатор, какой стоит адаптер, я вообще не в курсе, что у вас за станок, но у вас тут написана какая-то фирма. Я же не закупаюсь на этих фирмах, то есть, это тоже надо логически понимать, и не надо мне скидывать именно марку. Мне начинают скидывать к станку еще какие-то технические данные, допустим, смотрите, скидывают там тыльные шильды, допустим, скидывают. На которых написано, мощность такая-то, потребляемая электроэнергия такая-то. Так вот, простая банальная вещь, касаемо линз. Понимаете, есть линзы, допустим, обычные. F420, F160, здесь другая стоит линза. Есть вариант OPEX. Так вот, вот эти у нас идут линзы с резьбой, именно линзы, под адаптер 85 мм, шаг 1. У OPEX я не мерил, у них свой стоит адаптер, который вкручивается напрямую сразу именно в сам сканатор. OPEX 100, то есть, OPEX F163, вот именно вот этот нижний OPEX. У него такая же резьба, как у дешевых линз, то есть, идет такая же F85 на шаг 1, понимаете. Вопрос других линз, синдрома других компаний, другие линзы. Вот они, обычные линзы, без всяких там наворотов, переворотов. Это, по-моему, у нас тут линза F100. Сейчас вам покажу. Да, линза F100 с рабочим полем 70 на 70. Если рассматривать вариант этих линз, у них тоже резьба стандартная, 85, шаг 1. То есть, и говорить о том, что там какая мне нужна линза, рекоменда линзу поставить, ну, парни, показывая мне только вот эту часть, это более чем странно. Вопросы по черной гравировке. Я всегда максимально снимаю видосы по поводу черно-контрастной гравировки. Тоже, кстати, отвечаю сразу на вопрос. На канале есть куча-куча видеороликов, где проходит гравировка в черный цвет на быстрой скорости, на маленькой скорости. Сейчас загляну, если у меня остались здесь шильдики, металлические такие вот вещи. То есть, гравировка в черный цвет, вот она, глянцевая гравировка, она выполнена довольно-таки достойно. То есть, здесь без дефокуса гравировался, металл не перегревался, металл не повело. То есть, надо четко понимать, что именно эта гравировка в черный контрастный цвет без дефокуса. Видос выходил, по-моему, ранее. То есть, я снимал этих видосов довольно-таки много. И вы должны понимать, что это все легко делается. Сейчас вам покажу еще одно изделие, которое валяется здесь где-то. Вот, что-то валяется, вот она, не валяется. То есть, вот она банка, смотрите, опять же повторюсь. Черный контрастный цвет. Starbucks отражение, да, то есть, отражается там потолки стены, все-таки, что-то глянцевая. Глянцевая черная гравировка, именно контрастная гравировка. То же самое здесь. Без особых напрягов, без особых причин. Две разных линзы. Но суть одна и та же, потому что проход один и тот же, мощность одна и та же. Особо здесь разница не заметен, только лишь под микроскоп. Из хороших новостей я заказал микроскоп. Возможно, будем делать скоро простые банальные вещи, это тесты. Проверяем гравировку, сделаем гравировку, проверяем, что получается. Допустим, те же самые по поводу полос. Как проходит плуч, как проходит пульсация, насколько криво косо, насколько это все заходит, насколько это хорошо в повороты. То есть, насколько хорошо отрабатывается тот же самый, допустим, полигон TC. вот это все мы проверяем тестируем смотрим и посмотрем по разным лизам т.к. та же сама линза тестировал 200 линзу тестируем линзу допустим там тоже самое сотую здесь надо будет задача по поводу именно как сайти самого микроскопа не то чтобы гант을 сказать что хреновый либо хорошен становится просто показать вам визуально наглядно допустим то же сама проход в одну сотую проход в 200 в 3 слотых ток 4 5 соток и допустим будет поднимать просто уровень плотности и будем смотреть опять Я же покажу, допустим, если получится визуализировать такой вариант, допустим, проход в 0,01 и проход в 0,005, и будет ли какая-то разница, допустим, по гравировке, по сути-то, я думаю, там ничего такого не будет, особо разницы. Опять же, линзы мы будем использовать, ну, у меня есть, допустим, линзы с рабочим полем 70х70, линзы с рабочим полем 100х100, есть линзы с рабочим полем 200х200, то есть мы эти линзы все протестируем, посмотрим, что получится в результате. Видос я постараюсь, ну, выделить на это время хотя бы, там сутки, допустим, да, там целый день, и поснимать более подробно эту тему видос, но это все в будущем, это все попозже, сразу же в микроскоп едет, ребят, спасибо, кстати, за донат, кто-то надонатил денег, микроскоп был куплен лишь на деньги доната, вот, опять же, купил не для себя лично, а купил только лишь для вас, чтобы снимать более-таки достойные уже видосы. Я думаю, на вопрос-ответ я поотвечал, по поводу вопросов на WhatsApp, если задаете, задавайте, пожалуйста, более корректно, и еще одна будет очень убедительная просьба, зачастую бывает такой момент, написали там какой-то вопрос, написали, 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 я сразу не ответил, потому что занимаюсь сейчас станками, то есть выдаю станки на заказ, кто сделал заказ, вот, проходит 2-3 часа, захожу, то есть телефон там чирикал-чирикал-чирикал, захожу, через 3 часа все сообщения удалены, и типа надпись «Спасибо, я все разобрался сам». Есть единственная просьба, ребят, кто что-то не может понять, либо разобраться, просто выдохните, подумайте 2-3 часа, мысли вам придет в голову, и просто вы не будете читать и писать. То есть просто подумайте 10 раз, и у вас все будет хорошо, все получится. Все, ребят, надеюсь, я вам всем ответил на вопрос-ответы, если какие-то вопросы будут, пишите, желательно коротко, четко и внятно. Кстати, по поводу радиации, это вообще отдельная тематика, да, то есть, вот, я потом, наверное, подниму эту тему, возможно, если будет донат, и будет возможность приобрести дозиметры разные, то есть, гамма-излучение, допустим, либо рентгеновского излучения, я думаю, приобретем, проведем тесты на разных станках, разные замеры по поводу именно радиоактивного излучения по станкам во время работы, либо вне работы. Но если кому-то тематика интересна, ребят, донатьте на канал, я реально собираю денег и просто приобрету, будет приобретен дозиметр, двух-двух, думаю, спектра будет приобретен все дозиметры, чтобы просто вы убедились, что это действительно безопасная работа на станках. Но, опять же, это более интересно, там вымолитым человеком всего лишь, по-моему, было. Вот, поэтому от вас, ребят, лайк, донат каналу, ссылки для доната будут в описании, снизу написано, кто хочет каким-то на Сбербанк, пишите мне отдельно на WhatsApp, я вам брошу карту Сбербанка, вот, либо телефон привязан 8-918-210-3188, он тоже есть у меня в описании в ссылке, вот, там привязана карта Сбербанка, поэтому кто хочет продонать, у меня вопрос, донатьте. Кто из-за границы, Европа, Америка, Южная Америка, ребят, PayPal-система, почту скину, не проблем, то есть на PayPal можете закинуть. Все, ребят, всем хорошего дня на встрече, всем пока-пока, хорошего дня, от вас лайк и также ждут вас вопросики. Субтитры сделал DimaTorzok